Ну, будем надеяться, что в скором времени эти проблемы все-таки будут устранены весь на календаре весна, а это значит самое время наводить порядок. О капитальном ремонте жилого фонда Чемени мы поговорим с заместителем директора Департамента городского хозяйства Артемом Чертовым. Доброе утро. Доброе утро. Вот мы сказали капитальный ремонт, да? А вообще, вот что входит в это понятие капитальный ремонт? Ну, капитальный ремонт это, прежде всего, комплекс организационно-технических мероприятий по устранению всех неисправностей, конструктивных элементов здания, да, оборудования, системы инженерно-технического обеспечения, уходящих в состав общего имущества многоквартирного дома, замена лифтов и, как бы, приведение здания в исправное состояние. То есть, я так понимаю, что это по мере износа проводится капремонт, а не, допустим, сезонная? То есть, прошел год, делается? Совершенно верно. То есть, по мере износа элементов здания проводится капитальный ремонт. А вообще, через какое время? Ведь это не каждый год делает, вот, капитальный. Ну, у нас на сегодняшний день есть ведомственные строительные нормы, которые четко регламентируют порядок проведения капитального ремонта и срок проведения капитального ремонта для каждого отдельного элемента здания. А в нашу муниципальную программу включаются дома, срок эксплуатации которых составляет 20 и более лет. Ну, вообще, в Тюмени много домов, которые нуждаются в таком ремонте? Ну, у нас на сегодняшний день на территории города Тюмени расположено 4029 домов. Из них 2480 домов нуждаются в проведении капитального ремонта. И из этого количества сколько в этом году будет отремонтировано? Ну, планируется, по крайней мере. Планируется в этом году отремонтировать 75 домов, на которых планируется выполнить общестроительные работы, работы по замене оборудования, общестроительные работы, работы по замене инженерных систем. И в 48 домах планируется произвести замену 164 лифтов. То есть общее количество домов у нас составляет 123 дома. А как определяется очередность? Кого хуже, тот и первый? Ну, на сегодняшний день, как бы, администрация города Тюмени утверждена, разработан порядок отбора многоквартирных домов, где утверждены соответствующие критерии отбора. Конечно, основной критерий – это дата ввода в эксплуатацию многоквартирного дома, дата последнего проведения работ по капитальному ремонту. И, конечно, это фактическое техническое состояние дома. У нас на сегодняшний день есть уполномоченная организация, которая осуществляет ежегодное обследование жилищного фонда и определяет фактическое техническое состояние и те виды работ, которые в доме необходимо выполнить. У нас есть телефонный звонок. Давайте послушаем. Алло, доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Выдавайте вопрос. Здравствуйте. Я вот являюсь инвалидом первой группы. В план вот этих всех ремонтов у нас типы общежития, а газетчиков 55. Никак не могу от управляющей компании добиться, чтобы пандус сделали нормально, чтобы меня могли свозить на инвалидной коляске все вот это дело. Но это дело деньги выделяется или нет? Большое спасибо вам. Спасибо большое. Вообще вот установка таких вещей, как пандус, она входит в капитальный ремонт? На сегодняшний день в городе Тюмени разработан порядок предоставления субсидий управляющим организациям для установки пандусов на многоквартирных домах. То есть этот порядок сегодня принят, он действует. Управляющая организация готовит соответствующую документацию, проектную документацию на устройство пандуса, проводит соответственно собрание, принимает решение о проведении данных работ, и данные работы выполняются. Ну смотрите, изначально-то мы должны написать заявление, получается, в управляющую компанию? Чтобы это начало действовать? Именно для установки пандуса, да? Да, конечно. То есть необходимо обратиться в адрес управляющей организации. У нас на сегодняшний день мы очень тесно взаимодействуем с управлением социальной защиты города Тюмени. То есть у нас четко определен перечень людей с ограниченными возможностями и определен перечень таких домов, в которых необходимо проводить данные работы. Вот если вернуться к теме капитальных ремонтов, да, если, к примеру, я увидел, что дома не в лучшем состоянии, я так понял, мне нужно обращаться в управляющую компанию. И достаточно ли одного моего заявления, либо нужно со всех жильцов собрать? Ну, на сегодняшний день решение о проведении капитального ремонта дома принимается на общем собрании. То есть это требование жилищного кодекса, от них никуда не уйдешь. То есть понятно, что вам, как собственнику жилого помещения, да, прежде всего необходимо инициировать проведение общего собрания и этот вопрос со своими соседями, собственниками обсудить и, как бы, принять какое-то решение. Потому что на сегодняшний день проектная документация на капитальный ремонт, которая является обязательным документом, да, она оплачивается из средств собственников жилья. То есть гражданам необходимо подготовить документацию, а город уже просубсидирует выполнение работы. А если после капитального ремонта выявляются дефекты, вот в этом случае кто понесет ущерб и что делать? На сегодняшний день у нас все договоры подряда, как бы утверждена их соответствующая форма, предусмотрен гарантийный срок в течение пяти лет. И если по каким-то причинам работы выполнены либо, как бы, ну, некачественно, либо имеет какой-то дефект, который выявился в процессе эксплуатации дома, то, значит, необходимо обращаться сразу же в управляющую организацию, так как она является заказчиком проведения работ. И у нас, если вдруг управляющая организация не отреагировала, то в департамент городского хозяйства и у нас есть соответствующая служба технического контроля, которая осуществляет контроль за ходом производства работ, да, и, соответственно, тогда уже мы подключимся, выйдем, и если действительно факт будет зафиксирован такой, направлена будет претензия подрядной организации. Вы знаете, мы очень часто видим, когда, к примеру, ремонт и работ заканчиваются, когда уже выпал снег. Вот в этом году до какого срока подрядчики должны выполнять? Ну, у нас здесь ведь следует учитывать и сезонность работ. У нас во всех домах, в которых предусмотрены работы по замене системы отопления, по ремонту мягких кровель, да, все эти работы будут выполнены до начала отопительного периода. То есть и в договорах, и в графиках работ, соответственно, этот период указывается и прописывается. Сейчас мы продолжим разговор, у нас здесь снова телефонный звонок, давайте послушаем. Алло, доброе утро. Доброе утро. Московский... Доброе утро. Московский тракт 117, вас беспокоит вопрос. Нашему дому 29 лет. Обращались не раз в управляющую компанию «Запад» по поводу постановки дома на капитальный ремонт. Получили ответ от прокуратуры, что в мае 2013 года наш вопрос будет рассмотрен. Вопроса никакой подвижки по этому дому нет. Изношены очень сильные у нас трубы, проваливающиеся по подвалу. Спасибо большое. И дом уже дает трещину. Я вообще не знаю, как это все будет выглядеть. Спасибо большое. Вопрос по нянетям, спасибо. Да, действительно, такая проблема. Что дальше делать? Был у нас прокуратура, решил, писал, что в 2013, но никуда не продвигается. Далее что делать? Ну, у нас на сегодняшний день Московский тракт 117 дом нам знакомый. То есть, действительно, как бы работы по замене инженерных сетей там проводить нужно. У нас на сегодняшний день, согласно порядку отбора домов, да, как бы город разделен на 18 территорий и созданы территориальные комиссии. И по мере выделения средств из бюджета города Тюмени данные комиссии заседают и проводится уже территориальный отбор этих объектов. То есть, ну, следует учитывать, что дому 29 лет, как бы, здесь в определенной степени на территории, как бы, того округа, той комиссии, есть дома и 60-х, и 50-х годов постройки, да, которые требуют первоочередного проведения работ. Поэтому в данном случае управляющей организации, прежде всего, необходимо подготовить проектную документацию, да, а собственникам принять соответствующее решение и уже к заседанию комиссии быть готовым, чтобы уже конкретно данный объект был рассмотрен и уже принято какое-то решение. Если, так сказать, от большого к малому, вот есть капитальные ремонты, есть ремонты, которые такие поменьше, подкрасить, побелить, что называется, и вот если говорим о таком ремонте в многоквартирном доме, как часто его нужно проводить? Ну, сегодня есть два понятия капитальные – текущий ремонт. Текущий ремонт проводится по пятилетним планам, и, как бы, периодичность его установлена, она составляет от трех до пяти лет, да, и планы текущего ремонта принимаются ежегодно и согласовываются с собственниками жилья на общих собраниях, которые проводятся до первого марта, да, Собственники обязаны провести собрание, управляющие организации отчитаться и, соответственно, на тот объем средств, которые есть на лицевом счете дома, запланировать необходимые работы, которые будут выполнены управляющей организацией в текущем году. На сегодняшний день, как бы, в этом проблем нет никаких. Единственное, конечно, дефицит средств в определенной степени, как бы, может быть основная причина, но никто на сегодня, как бы, не ограничивает собственников принять решение выполнить ремонт подъезда, да, И это решение будет принято исключительно собственниками, которые также могут дополнительно принести расходы на данные работы, если средств недостаточно. Спасибо большое за интереснейшую информацию и хорошего вам дня. Всего доброго. Спасибо. Мы напоминаем на тему капитального ремонта. Мы говорили с заместителем директора Департамента городского хозяйства Артемом Чертовым. Продолжение следует...